В фойе второго этажа МРЦИ в этот день развернулась большая военная экспозиция. На стендах можно было увидеть уникальное, прекрасно сохранившееся оружие и личные вещи защитников нашей страны, а также солдат гитлеровской Германии. Все эти трофеи курсанты оборонно-спортивного клуба «Ратник» привезли из своих экспедиций и с удовольствием рассказывали о находках студентам. Реноски для мин у немцев были одноразовые. То есть у нас не хватало металла на того, чтобы сделать фляги. Нам приходилось выдавать их из стекла. Патронтажи делались из картона или же бумаги уплотненной. Мы находили как-то в Крыму самолет, который сделан из дерева, и только передняя часть облицовочная сделана из тонкого металла. Оценил экспозицию и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, приехавший на встречу со студентами и преподавательским составом института. Визит был приурочен к празднованию 80-летия битвы под Москвой, а также ко дню волонтера. Глава муниципалитета напомнил ребятам о том, как важно не забывать историю и ее уроки. И поблагодарил студентов и преподавателей членов волонтерского корпуса за их бескорыстный труд. Где бы и чем вы не занимались и не прикасались к этому, неся свою вахту в аэропорту, разнося продукты питания, лекарства или участвуя в совсем уже, казалось бы, мирной переписи населения, которая завершилась буквально короткое время назад, это, знаете как, это маленький-маленький подвиг, наверное, для того, чтобы совершить что-то большое в своей жизни. С октября 2020 года студенты и преподаватели МРСИ активно включились в волонтерскую деятельность. Они дежурили в аэропорту Домодедово и пунктах вакцинации, помогали медикам и нуждающимся жителям округа, участвовали в переписи населения. Особо отличившимся волонтерам глава округа вручил благодарственные письма. Их получили 14 студентов и преподавателей. Но таких неравнодушных людей только в стенах МРСИ гораздо больше. Благодаря 2021 году число еще удвоилось. 80 добровольцев в активе сейчас. Мы занимались волонтерством в аэропорту Домодедово. Также мы продолжили в дальнейшем помощь инвалидам. Различные мероприятия по переноске продуктов. И сейчас мероприятия на военную тематику. Один из них студент второго курса Московского регионального социально-экономического института Марат Габидуллин, который мечтал заниматься благотворительностью с самого детства. Мама так научила, можно сказать, помогать всем. И такая возможность появилась, я за нее взялся. Доброта навсегда бумерангом возвращается. То есть ты помогаешь, и эта помощь вернется тебе обязательно. В любой форме, не знаю в какой, но вернется. Завершилась встреча исполнением гимна волонтера МРСИ, который придумали сами студенты, а также совместным фото. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.